Мы говорим о градостроительной политике. Наш собеседник сегодня главный архитектор Кубани, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Юрий Рысин. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с работы вашего ведомства. Какие можно озвучить итоги за 2019 год и планы на 2020? Я считаю, что для нас, для нашей службы 2019 год был очень успешным. Мы завершили очень важную работу, выступили в качестве государственного заказчика по определению зоны затопления и подтопления территории края. Все 44 муниципальных районов городских округа получили эту работу. Это очень серьезная и исследовательская работа, и научная. Очень большой серьезный анализ был проведен всего того, что за многие десятилетия наблюдений получена была гидрометеослужба и другими службами. Были выполнены промеры водных объектов. Было выполнено, что впервые за всю историю края лазерное сканирование территории, прилегающей к водным объектам. Были охвачены 662 населенных пункта, 4000 километров водных объектов. Просто скажу, что эта работа, это поручение президента. Все субъекты Российской Федерации в 2019 году должны были ее завершить. Мы это сделали. Сейчас идет очень сложная процедура согласования и утверждения. После этого, это 5 федеральных ведомств. Федеральное агентство водных ресурсов должно утвердить эту работу и поставить эти границы зон подтопления и затопления на кадастровый учет. Следующая наша задача, это внести все эти данные, эти кадастровые данные в генеральные планы городов и районов, населенных пунктов. С тем, чтобы уже эти зоны стали зонами с особыми условиями, так это называется по закону. И мы все вместе должны будем решать, как теперь поступать с этими территориями, которые необходимо защищать. И как их защищать. Вот эта работа, она беспрецедентная по масштабу. Нам удалось совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением мелиорации из Новочеркасска. Оно выступило подрядчиком по этим работам. Уложиться ровно в год. За год мы выполнили эту работу. Я хочу поблагодарить глав муниципальных образований, команды муниципальные, которые в этом помогали. Поскольку, конечно, для того, чтобы бороться с проблемой, надо понимать ее масштабы. Нам это удалось. И вот 20-й год это как раз подготовка предложений по защите территории. Что очень важно. Нам заключен с генеральным подрядчиком контракт на три года, гарантийный контракт, который позволит нам в случае изменения условий, углубления русла реки, строительства каких-то защитных сооружений, эти зоны уменьшать. А именно такая цель. Уменьшить эти зоны, защитить население. И в исключительных случаях, там, где невозможно защитить людей от возможных проблем с затоплением, подтоплением, будем рассматривать, будем ставить вопрос перед руководством края о необходимости отселения. Но это, повторяю, в исключительных случаях. Главная основная задача, да, главная основная задача – защитить территорию. Ну, вы знаете, край, он сложный, и равнинная, и предгорная, и горная часть. И, тем не менее, эти десятки команд, которые были привлечены, изыскатели, специалисты, геологи, гидрогеологи и так далее, они все вот работали, что называется, с полной отдачей. Поэтому такой результат. Считаю, что это важнейшая работа. Нам удалось с ней справиться. Сейчас дождаться необходимого результата в согласовании утверждения, как я сказал. Еще одна очень важная работа, которой занимается департамент, это постановка на кадастровый учет и установка границ муниципальных образований и границ Краснодарского края. То есть, описательно, они есть, понятно, создание края в 1937 году, это существовало, но кадастровые границы не были установлены никогда. А это согласование с соседями, у нас их четыре крупных субъекта, с которыми мы граничим. Один из них внутренний, это республика Адыгея, сейчас как раз финальная стадия, подготовлено соглашение об установлении этих границ, выверен каждый квадратный сантиметр территории. Масса вопросов, которые скопились некоторые годами, некоторые десятилетия, некоторые столетиями. Поэтому нужно было все это отрегулировать. Мы заключили соглашение с краями, я имею в виду главы Ростовской области, Краснодарского края, заключили соглашение об установлении границ. Главы территорий, таких важных, как Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, заключили соглашение об установлении границ. Представительные органы власти, всех субъектов должны это утвердить. То есть, мы планомерно идем. То есть, ровно половину пути мы прошли из четырех субъектов, с двумя у нас границей согласованы. Думаю, что в ближайшее время со Ставропольским краем и с Республикой Адыгея работа тоже будет выполнена. В этом году мы тоже эту работу завершим. Считаю, что это очень важно. Мы продолжали очень серьезную работу по формированию архитектурного облика населенных пунктов края. Это одна из наших основных задач. Во-первых, работа с муниципальными образованиями для того, чтобы не нарушалось градостроительное законодательство. Мы проводим проверки плановые и внеплановые. И по поручению прокуратуры в сотнях проверках приняли участие наши специалисты департамента на территории края. Все это влияет на уровень дисциплины градостроительной. Потому что с этим достаточно большие проблемы. После того, как градостроительное законодательство стало более либеральным, появилась иллюзия у некоторых наших коллег на местах, что можно не придерживаться закона. Как правило дорожного движения можно не сильно придерживаться. Некоторые так считают. То же самое с градостроительным законодательством. Мы стараемся разуверить тех, кто так думает. И органы прокуратуры очень принципиально к этим вещам относятся. Потому что нарушение градостроительных норм – это нарушение прав людей. И именно с этим мы призваны бороться. Ситуация сдвигается, конечно, с места. Серьезные положительные результаты есть за последние годы. Особенно за последние 3-4 года. Кардинально изменилась ситуация с самовольным строительством. Мы этой сферой деятельности и контроля занимаемся в части ведения реестра самовольного строительства. Который аккумулируем со всех муниципальных образований. Так вот, если в 2006 году, когда началась планомерная работа, выявили почти 8 тысяч самовольных объектов. Ну, разных, конечно. И многоквартирных, и малых, и индивидуальных домов. Ну, и коммерческих объектов. То в этом году уже численность объектов, повторяю, всех уровней в краевом реестре порядка 1800. В 6 раз почти уменьшилось количество. Эти центры где в основном? Большие города? К сожалению, курортные территории. Сочи, Анапа, Геленджик. Ну, понятно, почему. Потому что огромный экономический интерес к этим территориям. Огромная инвестиционная активность. И, конечно, в этом большом объеме планомерного строительства попадаются вот эти вот очаги самовольного строительства. Есть желающие получить разрешение на индивидуальный дом, а построить многоэтажный жилой дом или гостиницу. Ну, результат всегда очень плохой для тех, кто играет в такие игры. Потому что очень принципиально руководство края. Губернатор относится в первую очередь к таким моментам. Там наводится порядок. И мы, повторяю, ведем реестр. Таким образом, картина, какая по краю существует, объективная, значит, вот нами представляется. Ну, там департамент по контролю серии строительства уже принимает меры в соответствии с законодательством. Главы муниципальных образований выходят с исками в суды по сносу этих объектов. Вы знаете, были такие громкие сносы и в Сочи в том числе. Ну, без этого не навести порядка. А порядок – это основа градостроительной деятельности. Поэтому говорят архитекторы, так же как военные, главные государственники. Потому что беспорядка ни в архитектуре, ни в градостроительстве не может быть ничего. Потому что и градостроительство – это само по себе порядок. Это планировка, это планирование. И вот это еще одна сфера деятельности, которой мы занимаемся. В 2012 году мы завершили очень большую работу, многолетнюю, по обеспечению документами территориального планирования, гемпланами и схемами территориального планирования городских округов и муниципальных районов. Но как только мы это завершили, и уже очень сильно обрадовались, что вот теперь край 100% обеспечен документами, федеральные органы, уполномоченные в этой сфере, ввели новые правила оформления этих документов. Это первое. Во-вторых, новации в законодательстве появились, которые регламентируют отображение в документах терпланирования зон со специальными условиями использования, так называемых. Таких зон 28. И одна из этих зон – это зона затопления и подтопления. И нам сейчас необходимо будет, после, как я уже сказал, постановки на кадастры выучивать этих зон, отобразить в этих гемпланах наших правилах землипользования и застройки эти зоны. Для того, чтобы ими можно было руководствоваться, для того, чтобы мы четко понимали, и в первую очередь главу муниципальных образований, где можно разрешать строительство, где нельзя. Огромная работа нами была проведена по разработке, по выполнению схемы территориального планирования государственного края. Это главный документ планирования, потому что есть стратегия экономического развития. Так вот, она же привязана к земле, а вот ее привязка – это и есть схема терпланирования края. Эта схема терпланирования будет корректироваться в этом году в очередной раз, в том числе и потому, что, повторяю, инновации в законодательстве появились, и в ней должны быть отображены федеральные объекты, регионального уровня объекты, которые должны между собой взаимодействовать, на базе размещения которых осуществляется планирование всего, что делается. Не дай бог, что там накладок не было никаких. Это тоже нужно предусмотреть в этих документах. Ну и мы четко должны представлять, где новые предприятия будут развиваться, где транспортные коридоры, больших железных дорог новых, новых автодорог, развязки и так далее. Это все должно быть отображено в этом документе. Я думаю, не нужно говорить, насколько у нас активно развивающийся край, и поэтому за этим активным развитием нужно успевать, в том числе и документами. И для того, чтобы работать с инвесторами, надо четко совершенно инвесторам говорить, что можно, где можно, какие мы предлагаем варианты по территориальному размещению объектов. Это все должно быть отображено в новом варианте СТП края. В этом году мы, надеюсь, обновим этот документ и утвердим в 17 федеральных министерствах и ведомствах. После этого документ приобретает силу закона и начинает действовать. Но до тех пор действует тот документ, которым мы руководствуемся. Что касается облика архитектурного, у нас создана при департаменте рабочая группа, которая руководит разработкой проектов планировок на территории края. Проекты планировок – это те документы, которые создаются в развитии генеральных планов и правил землепользования и застройки. Это тот документ, в котором расстановка объектов уже определяется, который определяет набор всех необходимых социальных объектов на территории района, где затверждаются так называемые красные линии застройки, то есть линии, за которые заступать застройка не имеет права. Общественные территории формируются и так далее. Так вот, специальная рабочая группа рассматривает эти проекты. Мы начали с Краснодара, а сейчас по очень большому количеству территорий мы эти проекты планировок рассматриваем. Это в помощь главам муниципальных образований. Делается это для того, чтобы по поручению губернатора четко влиять на обеспеченность застройки социальными объектами. Потому что многократно Вениан Иванович говорил о том, что квадратные метры – это не самоцель. А вот квадратный метр, обеспеченный всем необходимым, это для жизни территория. Вот такие территории для жизни создавать наша задача. Застройщики уже переходят на новый подход, на новое мышление. Что не только квадратные метры, но еще и обеспеченность инфраструктуры. Знаете, большинство правильно это все понимает, адекватно. Есть, конечно, споры, есть разные точки зрения на этот счет. Но чего нельзя опровергнуть, это то, что нужное нормативное количество мест в детских садах, в школах должно быть обеспечено. Для этого, кстати, мы в свое время разработали нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, которые департамент утвердил. Эти нормативы стали базой для норматива градостроительного проектирования муниципальных образований. В них четко регламентируются основные параметры застройки, обеспеченность, о которой я говорил, социальными объектами, не только детскими садами, школами, поликлиниками и так далее, парковками. Всем-всем-всем необходимым. Формируется нормативный каркас любой деятельности, связанной с планировкой. То есть достаточно его открыть, размещаете вы там торговый центр, вы четко понимаете, сколько парковочных мест на него нужно быть, какого расстояния до жилых домов, от этих объектов торговли, ну и так далее, и так далее. То есть все это регламентировано, мы взяли все лучшее, что было в СНИПах советского времени, строительных нормах и правилах, мы взяли санитарные нормы туда, мы в том числе региональную специфику там учли. И этот документ, он действующий, живой, и им руководствуются все, кто проектирует на территории Краснодарского края. Повторяю, муниципальное образование тоже имеет свои нормативы, там есть некоторые нюансы. Конечно, есть у курортной части края, есть у материковой части края, горные, предгорные и так далее. Комфортная городская среда – это еще одно направление нашей деятельности, потому что не может быть комфортной застройки без комфортного благоустройства. Можно построить прекрасные дома, можно сделать детские сады, школы, но если это все не будет связано красивыми бульварами, парками, спортивными площадками, игровыми детскими городками и так далее, проездами, парковками, это все не будет жить нормально. Поэтому комфортная городская среда – это огромная программа, которая реализуется уже с 2017 года, это может больше 3 года, успешно очень реализуется, в год направляется на цели благоустройства, вот этого вида, как раз комплексного благоустройства, больше полутора миллиардов рублей. Это федеральные, краевые и муниципальные деньги. За эти годы, ну, должен вам сразу сказать, что это не с чистого листа мы начали делать, мы многие-многие годы занимались благоустройством системно, там еще до федеральных программ, край в этом имеет очень большой опыт. И курортные города, особенно Геленджи, Канапа, Сочи, и набережные, и бульвары, и пешеходные улицы, все это появилось до. Сейчас мы просто насыщаем это новыми объектами, и самое главное, добираемся до тех мест, до которых без федеральной программы было, ну, практически не добраться. До малых населенных пунктов, до хоторов, станиц. То есть комфортная городская среда, это вообще гениальная была идея. Хоть и средства, они не маленькие, но они все-таки разумные совершенно, учитывая охват территорий. И самое главное, востребованность этого вида строительства, вида благоустройства у людей. Потому что, ну, не должен человек, приезжая из малого населенного пункта в Краснодар, завидовать краснодарцам. А вот у них вот бульвары, а у них вот скверы. У него у самого, у дома должно быть такое, там. И вот это цель. Дать возможность людям почувствовать уважение к своему населенному пункту. Уже много лет реализуем программу строительства фонтанов. И если не в Краснодарском крае лучшие фонтаны в стране, то где они могут быть? Ну, должен сразу сказать, что такие фонтаны, например, как на театральной площади, главной городской площади Краснодара, или у кинотеатра «Аврора», или у здания законодательного собрания, и в ряде других мест, это действительно уникальные фонтанные комплексы. А сочинский фонтан, олимпийский, который в Эмиритинской низменности размещен, это же все объекты такого притяжения. Ну, сравнить с водой ничего нельзя. Это всегда было местом притяжения. А сегодняшние технологии позволяют сделать это действительно уникальной, неповторимой. Два похожих, не будет просто двух похожих фонтанов. Поэтому мы рекомендуем муниципальным образованием обязательно включать программу благоустройства, в том числе и площади с фонтанами, для того, чтобы люди вот это вот уважение, о котором я сказал, просто почувствовали и с радостью оставались, и дети возвращались после учебы в высших учебных заведениях к себе, понимая, насколько благоустроенная территория. Поэтому великолепная была идея, вот эта программа «Комфортная городская среда», которая сегодня интегрирована в национальный проект «Жилье и комфортная городская среда». И это очень логично, когда мы говорим, что край лидер в части строительства жилья, мы на третьем месте, устойчиво уже многие годы, то мы такими же лидерами, а может быть даже еще большими лидерами, должны быть в части благоустройства. Потому что, например, благоустройство курортных территорий – это еще одно направление нашей деятельности. У нас даже в составе департамента есть специальный отдел, который занимается вопросами градостроительной политики на курортных территориях и архитектурного облика. Вот мы этим занимаемся очень много лет. Мы понимаем, что курорты – это лицо не только края, но и России. И поэтому набережные, какие-то общественные места, бульвары, пляжи, общественные объекты на курортных территориях – это лицо. Лицо территории – это показатель уровня вообще благосостояния территории. Ну да, там что называется, сам Бог велел. Конечно. Но Вы говорите еще о отдаленной населенной пункте. А что касается городов, ну, только у крупного, как Краснодара, ведь у нас не все дворы благоустроенные, не везде есть зеленые зоны. Учитывая, что только что разработан новый генеральный план Краснодара, в котором теме зеленых зон уделено особое внимание, и этот раздел, и ряд других разрабатывался с участием общественности, в том числе и экологической общественности, значит, мы с одной стороны доказали, и общественники с нами согласились, что Краснодар – зеленый город. Но озелененность Краснодара, она в основном за счет большой массы индивидуальной застройки, сады, плодовые деревья, усадебные участки и так далее. А вот общественных территорий действительно не хватает. И вот этот недостаток надо восполнить. И Генплан нам позволяет сделать предложенные территории, на которых могут появиться новые скверы и бульвары. И нам в разы предстоит поднять вот эту цифру этих общественных пространств. Ну и сделано за последние 3-4 года очень много. Один бульвар, одна набережная юбилейного микрорайона что стоит? Рывок и очень серьезный. И вот мы тихонечко, ну, хотелось бы быстрее, но это сложно, дорого, но все равно этим и край, и город занимаемся. Это движение навстречу друг другу от юбилейного в сторону Кубана набережной. Потому что должна быть непрерывная набережная, должна быть она сформированная, по ней можно будет гулять, по ней можно будет на велосипеде проехать, что называется, из конца в конец. И дальше мы должны спуститься на южную, юго-западную часть города, в набережная Кубани в направлении аэропорта, в направлении Адыгейской набережной. То есть огромная работа предстоит. Ну и потом это, я так понимаю, долгосрочные же проекты. Деревья ведь не растут там за год, за два, правильно? Это с одной стороны. Если мы говорим о зеленых зонах. Это правда, это с одной стороны. С другой стороны, если мы все создадим, и деревья будут потихонечку подниматься, вот посмотрите, фрагмент Кубана набережной рядом с Тургеневским мостом, совсем недавно сделан, совсем недавно. Сегодня он уже зеленый, уже поднялись эти вот молодые деревья, сосны, ели, лиственные, прекрасное благоустроенное место, хотя совершенно молодое. Поэтому, а сегодняшние технологии зеленые, они позволяют достаточно крупные деревья сразу высаживать. Ну, в общем, да. А что касается спальных районов, там будут зеленые зоны? Обязательно мы будем это делать. Это в генплане все отражено. Так вот, генеральный план, вы знаете, я очень рад, что его разработкой занимались питерские архитекторы. Это не только архитекторы, инженеры очень серьезные. Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства. Очень интересный, достаточно молодой коллектив, при этом очень опытные работники, специалисты в его составе. И вот этот вот взгляд со стороны оказался очень важен. Во-первых, всех подкупила их открытость. Ну, например, сайт был создан специально посвященный разработке генплана. Приняли они там сотни предложений от жителей, от общественных организаций по ходу разработки. Сейчас начнутся общественные обсуждения, после этого процедура согласования с теми же краевыми и федеральными ведомствами, их десятки. И после этого утверждения городской думой, и тогда этот новый вариант генплана в силу закона приобретет и начнет действовать. Но уже сегодня можно сказать, что очень многие такие сложные узлы города этим генпланом удалось развязать. Да, не сразу это все произойдет. Конечно, город долго развивается. И дай нам Бог увидеть те изменения, которые вот там предполагается сделать и в транспортной схеме, и в части, как мы говорили, озеленения и так далее. Ну, к этому нужно добавить, что сейчас ведется проектная работа по формированию нового, фактически нового города. В Краснодаре 1500 гектаров на северо-востоке. Федерация передала городу эти земли. И вот сейчас ведется проработка, которая уже интегрирована в генплан. И с этим развитием на северо-восток связано как раз вот это вот развитие новых территорий, поскольку особенно Краснодару некуда развиваться. Это фактически вот ответ на постоянное обращение краевой власти, и муниципальной власти о том, что Краснодар в существующих границах фактически уже не может развиваться. Учитывая, какие задачи президентам, правительствам ставятся перед субъектами в части повышения объемов строительства, доступности жилья, конечно, без территориального развития не обойтись. Поэтому этот новый район, это серьезная помощь в реализации этой программы. Порядка 200 тысяч жителей там будет проживать. И мы должны эту застройку, и задача такая губернаторам поставлена, сделать самой современной, для того, чтобы на ее базе развивать и проектные решения для других территорий. Понятно, то, что для Краснодара годится, скажем, для малых районных центров, конечно, неприменимо. И тут вопрос об этажности. Если для миллионного города уже многие, так сказать, цифры говорят о том, что Краснодар уже, наверное, полутора миллионных городов, для миллионного города высотная застройка, ну, там повышенная, я бы сказал, этажность, это вполне разумно, реально, то для малых населенных пунктов это бессмысленно совершенно. Это лишние инженерные проблемы, это отрыв людей от того самого благоустройства, которое мы создаем. Это совершенно другой масштаб, который не нужен в малом населенном пункте. Поэтому мое глубокое убеждение, что для малых населенных пунктов, для центров наших муниципальных районов, шестиэтажная застройка – это оптимальная застройка. То есть выше бы и не надо. Потому что, ну, это человеческий масштаб. И вот этот разговор о том, что высота здания не должна превышать ширину улицы, на которой это здание стоит, это правильно. Это не просто так придумано было сначала в Европе, а потом в Санкт-Петербурге применялось в застройке. Потому что это вот тот самый человеческий масштаб. Тут мы плавно переходим к теме понижения этажности. Было поручение губернатора, его инициатива внести изменения в Горостроительный кодекс Краснодарского края, 27-ю статью, в части снижения этажности в прибрежных 500-метровых зонах Черного и Азовского морей. Это своевременная совершенно была постановка вопроса. Депутаты Законодательного собрания это предложение поддержали. Такое изменение в закон внесено. В этой статье рекомендуется главу муниципальных образований внести соответствующие изменения в генпланы и в правила землепользования и застройки. Большинство это уже сделало. О чем это говорит? О том, что при приближении к морю застройка должна снижаться. Для того, чтобы море было видно, для того, чтобы вот этот так называемый каскадный силуэт застройки формировался, для того, чтобы формировался морской фасад, для того, чтобы весь город имел выход зрительный, реальный, к побережью, к набережным и так далее. Потому что примеры, к сожалению, есть в Сочи, особенно когда высотные объекты прямо на набережных стоят. Много таких? Ну, не так много, но достаточно для того, чтобы испортить силуэт. Так что теперь с ними делать? Пока ничего. Но придет время, когда все имеет свой срок, когда нужно будет реконструировать эти объекты. И тогда их придется приводить к требованиям, которые в законе края. А это не просто закон, а кодекс. Значит, все новые объекты, они вот должны этого уже, правила придерживаться. И, в общем, так и происходит сегодня. Очень быстро среагировал на эти требования Геленджик, Анапа, Новороссийск. Я думаю, что в целом будет наведен порядок. Очередь из Азовской побережью. Ну, там и нет такой проблемы высотного строительства. Вот чтобы она не появилась, эта проблема, принято изменение в законодательстве. Мы будем жестко это отслеживать на территории края. Вы затронули тему архитектурного облика, но мы ее немножко не развили. Вот сейчас застройщики придерживаются какого-то архитектурного стиля для каждого из городов или в целом покупаний. Существуют ли вообще такие требования или сейчас уже это не нужно? А таких требований не было никогда. Никогда. Не существует понятия единый архитектурный стиль. Существует понятие единый архитектурный облик. Это не то же самое. И при использовании разных стилей можно добиться гармонии. Как, например, в Санкт-Петербурге. Там есть все мыслимые стили. От барокко до модерна. Но этот город воспринимается как один организм. Как гармоничный, привлекательный. Поэтому к нему такой в мире интерес. Вот наша цель – формировать единый архитектурный облик. Эту планомерную системную работу начали при подготовке к Олимпийским играм 2014 года. Была целая большая федеральная программа формирования единого архитектурного облика Сочи, горно-климатического курорта и так далее. Мы продумали тогда все. Там группа очень известных российских архитекторов участвовала в этом. Я принимал активное участие. Мы формировали все, начиная от фасадов, ограждений, благоустройства, озеленения, вывесок, рекламных конструкций, какого-то праздничного оформления, формирования или оформления порталов тоннелей даже на дороге в сторону Красной Поля. Буквально всего коснулась эта работа. Вот также вот эту методику мы сейчас применяем для того, чтобы формировать архитектурный облик Краснодара, например. А в Сочи эта работа не останавливалась. И я должен вам сказать, что такой рывок, который в архитектурном облике Сочи сделал при подготовке к Олимпиаде, ни в каких других условиях достичь было невозможно. Мы четко совершенно знаем, что сегодня Сочи главный курорт страны. Он должен этот статус постоянно поддерживать. И в этом деле, в благоустройстве, в оформлении, в художественном в том числе оформлении, остановиться просто нельзя, потому что весь мир движется. И у нас есть явные совершенно успехи, достижения, надо просто их развивать. Ну что ж, спасибо вам за полноценную беседу. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok